Автономная некоммерческая организация Центр раннего развития Славянский Муза-Центр работает уже более трёх лет. На её счету два успешно реализованных проекта, получивших поддержку Фонда президентских грантов. Муза-Центр пользуется заслуженным авторитетом, потому что ведёт постоянную продуктивную работу с детьми со всей Кубани. Основная цель проекта «На пути к счастью» – это улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с неврологическими заболеваниями, ограниченными возможностями здоровья, расстройствами аутистического спектра. Одним из инновационных направлений проекта является проведение занятий на нейротренажёрах в кабинете адаптивного биоуправления, что позволяет развивать равновесие и координацию движений, улучшать память и концентрацию внимания, нормализовать темп и ритм речи. Аппарат называется нейробиоуправление. Он сейчас востребован не только в повседневной жизни со взрослыми, точнее он идёт и для взрослых, и для детей, и для здоровых, и для больных. Ему конкуренции пока нет. При проблемах опорно-двигательного аппарата тоже стабилизируется, когда координация движений восстанавливается. То есть этот аппарат очень активно помогает мозгу работать с телом. Очень важна и работа с родителями детей с ограниченными возможностями, поскольку от них во многом зависит успех развития ребёнка. Индивидуальная работа психолога с каждым родителем по программе стресс-менеджмент помогает справиться с психологическими трудностями не только в воспитании особенного ребёнка, но и во взаимоотношениях со всеми членами семьи. Мы показываем родителям взаимосвязь состояния ребёнка и состояния мамы. И от мамы зависит, как будет чувствовать себя ребёнок во многом. Поэтому мы используем все инструменты, все возможности психологии, инструментов, аппаратов, чтобы стабилизировать состояние мамы, чтобы научить её расслабляться, чтобы она могла наполняться. И мысль, которую мы доносим отца, потому что к нам приходят и папы, что состояние женщины зависит от состояния отношения мужчины. Когда она чувствует от него защиту, безопасность, когда она уверена в завтрашнем дне, её состояние улучшается. Естественно, состояние ребёнка тоже улучшается. В центре обустроен зал для проведения адаптивной физической культуры с использованием самого современного оборудования «Дом совы». На индивидуальных занятиях с ребёнком прорабатываются все процессы, которые у него отстают в развитии. Моторика, координация движений, сенсорика, речь. И это даёт свой положительный эффект. Проходит гранд президентский, в котором мы можем поучаствовать бесплатно. Занятия будут с логопедом и адаптивная физкультура. На занятиях с логопедом замечательный специалист. Мы прорабатывали вытягивание речи из ребёнка, звуки. Ещё отличный комплекс «Дом совы», адаптивная физкультура. Здесь были занятия на развитие полушарий левого, правого, на развитие вестибулярного аппарата, на общее физическое развитие. Ребёнку здесь очень понравилось. Специалист замечательный просто. Нашла мгновенный подход к моему малышу. Конечно, востребованная необходима работа логопеда, который развивает речевые навыки, используя современнейшие популярные методики. Проходят и групповые занятия с детьми, как одно из направлений социального проекта. Они направлены на развитие умения работать в группе, приобщение к коллективной деятельности и коррекцию имеющихся нарушений. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...